Сегодня в Доме правительства состоялась очередная сессия Народного собрания, на которой рассмотрели и утвердили ряд изменений в региональные законодательные акты, а также заслушали отчёты руководителей некоторых ведомств. Подробности в сюжете Артур Амхцы. Среди вопросов, которые рассмотрели на очередной сессии депутаты регионального парламента, изменения в законодательные акты об административных правонарушениях, гражданской и муниципальной службах, о физической культуре и спорте, охране окружающей среды. Также был заслушан отчёт за прошлый год уполномоченного по правам ребёнка в Карачае-Черкесии. По словам Марии Алакаевой, обращения к уполномоченному в основном касались прав на образование, социальное страхование и обеспечение, а также право жить и воспитываться в семье. Депутаты положительно оценили работу руководителя аппарата. Также представители регионального народного собрания рассмотрели необходимость создания в Карачае-Черкесии молодёжного парламента, который будет состоять из примерно трёх десятков человек и решать вопросы, беспокоящие молодых людей. Молодёжный парламент в первую очередь может помочь тем, что они лучше нас, взрослых, знают, что нужно молодёжи, как это надо принимать. Они работают и живут в другом мире, и они опережают, может быть, в каких-то моментах немножко нас, старшее поколение. Поэтому мы будем прислушиваться и совместно принимать те решения, которые необходимы нашей молодёжи. Создание в Карачае-Черкесии молодёжного парламента видится шагом навстречу желанию молодых людей участвовать в общественной, политической, культурной, спортивной жизни родной республики. Их мнение представители старшего поколения обещают учитывать при разработке тех или иных законодательных актов. Артур Мухцель-Бастанов, Вести, Карачае-Черкесия.